Наши мучения продолжаются, возмущаются жители первого микрорайона Ленгера. Из категории пострадавших люди вмиг превратились в виновных. На жильцов трех домов подали в суд за отказ оплачивать так называемый ремонт. Ремонт по программе ЖКХ. Ленгерцы в недоумении, за что им надо отдавать по две с половиной тысячи деньги. Отремонтированная крыша после первых же осадков дала течь. За что нам платить? У нас согласия никто не спрашивал, с нами никто не обговаривал. Нам этот ремонт не нужен был. Мы жили хорошо, горе не знали. Крышу куда дели? Посмотрите в квартиры, что на третьих и четвертых этажах. Недавно из-за того, что крыша дала течь, девочку чуть током не убила. Здесь проживает 80 процентов инвалидов, слепых и слабослышащих. Пусть меня посадят, но платить я не собираюсь ни за что. У меня одна дочь работает, остальные, как и муж и трое детей инвалиды. Мы сделали ремонт. И посмотрите, что теперь стало. Как это назвать? С нас никто подписи не брал. И вообще, с тех документов, где стоят якобы наши подписи, написано все ручкой. А слепые подписываются. Либо крестиком, либо штампиком. Как так можно делать? Мы все под богом ходим. В администрации Толюбийского района после трех часов ожидания ответ нам все-таки дали. Правда, не представители ЖКХ и руководства района, а некий директор компании Толюбий Саулет Хорылыс. Его предприятие якобы и ведет контроль за строительством по госпрограмме и готово устранить все недочеты. По заверению директора, жители обязаны оплатить все расходы подрядной организации. Мы наняли подрядчиков. Жильцы теперь обязаны заплатить. А те минимальные недочеты, которые там есть, мы пытались было устранить. Однако жители сами не пускают наших рабочих на крышу. Что мы их умолять будем или насильно заставим? Заплатить им придется в любом случае. Кто будет платить и главное за что? Жильцы теперь намерены выяснять в суде. Ленгерцы собираются подать встречное заявление. Шутин Саидов, Николай Иванов, Рамков, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании Отрар.